Не запала фраза одного человека, после которой я понял, что религия – это фейк. Смысл вкратце такой. Если у меня есть совесть, то я никогда не сделаю плохо другому человеку, не убью, не украду, не обману и так далее. И неважно, будет ли мне наказание от высших сил или не будет. Если там ад или нет, я просто ничего не сделаю, потому что у меня есть совесть. А то, что религия пугает адом, это как в детском садике, нельзя делать такое-сякое, то воспитатели мамы накажут. Так, основной посол. Если у меня есть совесть, то я не сделаю плохо. Если я не сделаю плохо, у меня нечем будет париться. Ну, в принципе, наверное, кто-то думает об этом, плохо или неплохо. Но из того, что у вас есть совесть, никак не следует, что религия – это фейк. Вот есть у вас совесть, нет у вас совесть. Побыла у вас до 2023 года совесть, потом немножко полгодика не было, а потом опять она до 2025 года побыла. Это не имеет никакого отношения, из этого не следует, что религия – фейк. Это вот путанки всякие. Вот много всяких тезисов путанных направлено на уничтожение религии в нашем именно православном мире. Никто же не долбит по религиозности католичества, никто же по католикам не долбит. Именно долбят православие, именно долбят на нашей территории, призывают православие перекантоваться в католики, разрушают любые инструменты, связанные с религиозностью на наших территориях, потому что религиозность – это боевой инструмент, он сплачивает. Наш этнос дает ему силы на противостояние злу, внешним агрессиям и так далее. Любые объединяющие инструменты, они делают нацию сильнее. Вот как раз бьют по объединяющим инструментам. Там осятины всякой бьют, окатоличиванием и так далее. Поэтому все по-прежнему. Ваши фантазии не делают ничего фейками. А что насчет воскрешения мертвых? Это же исторически задокументированный факт. Этот человек намекает, ну, мы оговариваем тезис, что ничего волшебного в религиях нет. И все вот эти претензии, нападки на религии, они слабоумны в определенном случае. Ну, давайте, что насчет воскрешения мертвых? Вот просто, не вдаваясь даже вот в данный контент, контекст, мы имеем грубую статистику, что ежегодно в моргах страны отмечаются восставшие из мертвых. Вот прям вот раз, и восстал из мертвых человек, потому что ему был неверно поставлен диагноз. Вот он восстал. Его привезли в морг, он восстал, задышал, зажил. Ну, и так далее, и так прочее. И что? Ваш аргумент, да, но у него же там разлагался, от него пахло. Вы не представляете, как от людей живых может пахнуть, и это еще не знать, что они усопли. Поэтому, ребята, ну, несерьезная претензия про мертвых. Тем более, ну, те времена старые. Оценки могли быть разные. Мы ничего не исключаем, ну, просто говорим, что нападать, вот даже при наличии вот этой возможности, нападать на религию за то, что там были воскрешения, ну, это, ну, несостоятельно. Чье-то слабоумие – это не повод, чтобы кидаться на религию. Коммунизм – это не зло, а добро. Коммунизм не разваливал страну. Коммунизм объединил нас в 15 стран. Вот представьте, что у человека в голове творится. Коммунизм объединил нас в 15 стран. Была одна страна, называлась Российская империя. И потом он нас в одну страну объединил в 15 стран, он нас не разваливал. Это вот как, вот вы сосредоточься, можете? Одну страну объединил в 15. Вот это вот объединил в 15 и называется развалил на 15 стран. Вот и все. Сосредотачивайтесь, товарищ Соломичев. В моем понимании, время есть пространство, пространство есть энергия, энергия есть масса. Получается, масса – это энергия объединился в пространство с единицей времени. Вот как, как, вот, как вот можно на это давать вообще… Инструктивную критику. Вот смотрите, первый закон – точности. Иметь ни одно значение, значит, не иметь ни одного значения. Вот человек, в моем понимании, время есть пространство. Первый раз нарушен закон логики, да? Первый закон логики, первый раз нарушен. Дальше. Пространство – есть энергия. Второй раз нарушен. Энергия есть масса. Ну, тут уже как бы на грани, но все равно нарушен. То есть, как вообще у человека может это в голове складываться все одновременно? Ну, дочитали до первой несуразности. Извините, мы не можем… Этому дольше уделять внимание, уважаемый Сергей. Опять продолжение разговора про логику. Я понял суть вопроса, но ответа нет. Теперь я задам вопрос. Есть теорема, они имеют доказательства. Где доказательства того, что законы логики верны? Ну, на чем фундаментально строится уверенность в том, что законы логики верны в том виде, в котором мы их знаем. А так действительно получается, что логика – это вещь себе. Ну, законы логики – это не теорема. Ну, вот давайте. Первый закон логики – палец и кулак – это разные вещи. Путать их нехорошо. Это первый закон логики. Вот как вам доказать, что палец и кулак – это разные вещи? Как вот это доказывать? Как вам доказать, что это верно? Для людей, способных сосредоточиться, они понимают, да, что А не равно Б, да? Иметь не одно значение – значит, не иметь не одного значения. Не требуется доказательство. А применительно другим логикам, что именно эти законы логики верны, а те законы в каком-то виде, которых мы еще не знаем, не верны. Вот именно эти законы логичны. Это логика. Вот люди определились, что называть логикой. А все остальное – это не логика. Вот в ваших фантазиях существуют где-то еще какие-то законы логики, другие логики. Их не существует. Каких-то других. Даже если их насоздавать, это будет не законы логики. Это будет что-то другое. Вот именно это названо законами логики. Вот тут я не знаю, как эту тему побеждать. Там уже очень комментарии на нормально объясняющих с какой-то грани этот вопрос под фильмом про логику, под этим, под роликом. Но оно с их точки зрения вопрошения, с их точки вопрошения, мне кажется, даже эти разносторонние комментарии, аргументы, они слабо применимы. Это, наверное, как-то доказательство паспорта. А чем вы докажете свой паспорт? У вас есть доказательство паспорта? Ну вот, пожалуйста, вам бумажка, доказывающая доказательство паспорта, печать, роспись, все, пожалуйста. У вас есть бумажка, доказывающая эту бумажку? Тут не в принципе доказательство, тут сосредоточиться бы ребятам. На каком основании бесконечная вселенная должна в чем-то находиться? У нас любой материальный объект, он может быть расположен в пространстве, либо отсутствовать как таковой. Вот если он не в пространстве, его нет. У нас вот есть пространство, да? Есть мышка. Мышка либо есть в пространстве, либо есть в другом участке пространства, либо нет в принципе. Вот по-другому мы никак не можем с этой мышкой поступить. Любой материальный объект, он расположен в пространстве. Если другой подход вы используете, это воображаемая мышка где-то на вас в фантазиях, то это не имеет отношения к реальности, к реальному объекту, расположенному в пространстве. Вот во Вселенной все объекты, вот все, да и последнее, на этом принципе, они могут быть только находиться в пространстве. Если вы не признаете пространством, это ваша проблема. Вот очень устойчивые в традициях ребята пишут комментарии под некоторыми видео и продолжают доказывать, отстаивать точку зрения, что пространства не существует, что это абстракция. Уже достаточно мы это объясняли, что вы тогда тоже несуществующий абстрактный объект, как человек, потому что вы в абстракции находитесь. Больше нет желания этим заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!